всем привет меня зовут больше а я учитель биологии и сегодня мы поговорим о том как развивалась процессе эволюции у животных кровеносная система теперь в ходе эволюции первые организмы у которых появляется более менее развитая кровеносная система это кольчатые черви например дождевой червь у данных червей кровеносная система она состоит из системы кровеносных сосудов при том это замкнутая система то есть кровь жидкость переносящая различные питательные вещества и газы она транспортируется только внутри этих кровеносных сосудов и эта жидкость движется по системе труб то есть системе кровеносных сосудов за счет движения сокращение тела самого червя а также за счет наличия специальных сосудов которые тоже стенки которых тоже сокращаются и это своего рода сердце этого дождевого червя теперь процессе эволюции кровеносная система развивалась по двум разным путям первый тип это не замкнутый тип и в основном это не замкнутая кровеносная система характерна для беспозвоночных животных таких как например моллюски и членистоногие то есть в качестве мы берем это улитка и рак а теперь что мы здесь видим кровь в данном случае она не является кровью почему потому что обычно кровью называют жидкость которая течет внутри кровеносной системы в данном случае жидкость которая течет внутри кровеносной системы у беспозвоночных называется гемо лимфа почему потому что жидкость попадая из кровеносной системы в полости между органами она смешивается с тканевой жидкостью она омывает все внутренности данного живого организма да то есть собирает все отходы отдаются и питательные вещества и обратно попадает в кровеносную систему то есть оборот гемо лимфы происходит как внутри кровеносной системы то есть внутри кровеносных сосудов так и в полостях между органами теперь у без позвоночных уже появляется отдельная структура которая позволяет осуществлять движение это гемо лимфы то есть у нас уже имеется отдельное сердце и на примере моллюсков 1 одних из самых развитых без позвоночных животных то мы здесь видим уже два отдельных две отдельные части сердца то есть передняя часть это у нас предсердие и задняя часть это у нас желудочек то есть уже появляется то есть отдел кровеносной системы своего род такой мышечный мешок который за сокращение позволяет толкать эту жидкость по кровеносной системе и внутри самого организма у других без позвоночных таких как членистоногих у них сердце имеет разные структуры то есть например у ракообразных это такой пятиугольный мешочек который расположен на спиной части головы груди и за счет сокращения этого мешочка то есть получается происходит движение гемо лимфы то есть у ракообразных нету разделение на отдельные структуры таких как предсердие желудочек то есть это полноценный целый мешочек у насекомых и паукообразных у них тоже немного другое строение но в принципе то есть у них всех нету вот таких вот отдельных структур теперь мы перейдем к более развитой группе животных это позвоночные животные и здесь у нас имеется такой вот направление эволюции то есть первая группа позвоночных организмов это у нас рыбы и у рыб имеется закрытая кровеносная система также и у коль так же как и у кольчатых и сердце она состоит из двух камер то есть одно предсердие и один желудочек теперь в ходе эволюции потомки рыб они вышли с воды на сушу и мне необходимо было адаптироваться к дыханию воздухом поэтому в ходе эволюции развился такой орган как легкий теперь для того чтобы обеспечить кровоснабжение этих легких структуры сердца она немного изменяется теперь уже у потомков рыб это земноводных появляется уже два предсердия здесь правое и левое предсердие но пока желудочек только один поэтому у них воздушное дыхание не сильно эффективное но в этом им помогает их слизистая кожа которую принципе берет на себя 60 процентов функции дыхательной системы а теперь в ходе эволюции следующим этапом будут рептилий и у рептилий уже появляется перегородка которая будет находиться уже внутри желудочка и это в конечном итоге разовьется в полноценное четырехкамерное сердце которое имеется у млекопитающих и птиц но впервые четырехкамерное сердце в ходе эволюции появляется у рептилий то есть у крокодилов как отдельной группой рептилий имеется 4 полноценное четырехкамерное сердце то есть у нас здесь имеется правое предсердие и правый желудочек и левое предсердие и левый желудочек то есть в данном случае имеется четыре полноценных камеры и идет полное разделение между правой стороны сердца и левой стороны сердца здесь имеется такой момент что сердце обычно изображается в виде сердца которое увидите например человека который стоит напротив вас то есть ваше лево будет для него право а ваше право будет для него лево то есть здесь у нас мы видим что в процессе эволюция строение кровеносной системы постепенно усложняется то есть изначально появляется простая кровеносная система замкнутого типа потом она идет в ходе эволюции по разным типам развития то есть она идет как не замкнутая такая как у беспозвоночных моллюсков и членистоногих появляется уже отдельные структуры сердца которые позволяют эффективно продвигать жидкость внутри кровеносной системы но у позвоночных соответственно строение кровеносной системы становится более сложным сердце играет уже большую роль и с появлением воздушного дыхания то есть появлением легких сердце начинает становятся появляться отдельные структуры то есть увеличится количество пресердий а потом уже желудочков на этом меня все если у вас имеется вопросы пишите в комментарии я прощаюсь с вами до следующего урока всем пока